Логика кремлевского психоза в деле фальсификации истории. Не ищите логики в кремлевском психозе фальсификации истории явления, наверное, такое же древнее, как и сам мир. Механизмы и нюансы в процессе фальсификации в каждом отдельно взятом случае может быть и разные, но причина, скорее всего, одна — это найти оправдание незаконному, рейдерскому захвату чужих территорий. Оправдать захват территорий можно лишь при наличии доказательств своего законного права на эти территории. Понятно, что такое право дает этническая принадлежность населения на захваченных территориях. Доказать свое право проще без автохтонного населения, а самый простой способ — это истребление автохтонного населения на захваченных территориях. Теперь понятна основная цель турок, организовавших геноцид армян в 1915 году в Османской Турции. Также понятны и последующие шаги, как-то, тотальное уничтожение всех следов по упоминанию армян на территории исторической Западной Армении, попутно уничтожая следы истоков древнейшей мировой цивилизации по причине того, что армянский этнос имеет к этому прямое отношение. Навязывание лжетерминов таких как Древняя Турция, Восточная Анатолия и прочие из этой же Сирии. Кстати, этот процесс находит большой отклик и поддержку со стороны других бывших империй, Британии, Германии, России и прочь. У каждой из этих стран свои скелеты в шкафу, и свои причины потакать и организовывать свои фальсификации древней истории, скорее всего, чтобы скрыть концы в воду и спрятать рыло, которое в пуху по самую макушку относительно того же геноцида армян. Однако, в последнее время наблюдается мощный всплеск в деле фальсификации истории Армении со стороны России. Этот процесс тоже не новый. Особую агрессивность в процессе фальсификации истории Армении России проявила в период СССР. Большевистская Россия должна была как метрополия доказать свою найдревнейшесть по отношению ко всем остальным народам, населяющим СССР. Отсюда пошли мракобесия в поисках идентичности к древнейшим несуществующим этносам типа Славяно-Арии и прочая историческая ересь. Но с распадом Советского Союза на независимые страны, этот процесс вроде бы потерял свой смысл и актуальность. Тем более потому, что независимые страны в основном восстановили свои прежние названия. А некоторые созданные при участии большевиков и турок страны сумели закрепить названия своих вновь созданных стран, такие как например Азербайджан. Каждая из этих стран претендует на свою часть древности в истории мира, и соответственно вносит свою лепту в деле фальсификации. Это в принципе понятно по той простой причине, что и тому, и другому образованному СССР и турками государству незаконно отошли исторические земли Армении. Известно, что Россия и в этом процессе принимала активное участие. Но даже при таком раскладе до последнего времени оставалось непонятным, почему Россия активизирует процесс фальсификации истории в отношении Армении. Дело дошло до того, что начали активно и агрессивно принижать значение археологических находок и открытий последнего времени. Например, одно из последних, древнейшая обсерватория Караунд, признанная мировым научным сообществом, в РоссМИ объявлена обычным захоронением, причем не сказано каким. Наверное, придумают по ходу. Эту совершенно ничем не подкрепленную ересь активно поддерживают некоторые титулованные псевдоученые Армении. И это тоже понятно, потому что все свои регалии и титулы они получили в период тотальной фальсификации истории Армении, активно помогая этому процессу. Естественно, любой поворот в сторону аргументированной и правдивой истории лишит их всех системных бонусов, титулов и регалий. Но это местечковый процесс, который относится к узкому кругу мумий, отживших свой век в структуре Академии наук несуществующей Арм. СССР, на которой можно было бы не обращать внимания, если бы этот процесс не приобретал бы глобальный характер, в виде бесперебойно гавкающих оказянциев, джангировых, пилипосянов и других мракобесов. Важный момент всей этой агрессии в том, что она организована при поддержке РоссМИ. Ничего нового с учетом того, что Россия — это страна, которая постоянно подвергает агрессии соседние государства, по тем или иным причинам. Но и это не объясняет весь процесс. Было бы много безответных вопросов, если бы не выступление Владимира Путина в ходе так называемого, открытого урока 1 сентября 2017 года. На детали этого выступления обратил внимание Андрей Иларионов на портале каспаров.ру, в статье «Тысячелетний православный рейх». Полностью статью можно прочитать, пройдя по ссылке. А в двух словах можно сказать, что выступление Путина — это пересказ «Майнкампф» Адольфа Гитлера, причем не особо отредактированный, почти слово в слово. Речи до боли знакомы и про древность и прочее. Про строение черепов пока нет, но еще не вечер. А с учетом активно муссирующейся ереси про славяно-ареев и прочь, картина окончательно вырисовывается. А существующее в регионе древнейшее государство, такое как Армения, способное опровергнуть любую кремлевскую историческую истерию, и похоронить тем самым амбициозные путинские планы, отдающие. Глобальным психозом сильно раздражает кремлевскую Россию или российский Кремль. А с учетом того, что в планы Путина и клики входит вооруженный до зубов Азербайджан и Турция, все окончательно становится на свои места. Понятно, что Россия вооружает Азербайджан против Армении. Турцию вооружает в поддержку Азербайджану. Цель все та же. Армения без армян, ну или совсем без Армении. Для России не суть важно. При таком раскладе держа руку на кнопке способной взорвать регион, а впоследствии мир, кстати, вместе с собой, Россия стремится сохранить свое влиятельное присутствие в регионе, например, на правах исторического правоприемника Византийской Империи. Кстати, эту идею уже озвучивал ярый имперский глашатый Багдасаров, автор Вегена Витисян.